Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Да я уже не в центре, я уже на выезде Так, я тебя на громкую поставил, чтобы ухо не держать Я говорю, я тебя на громкую поставил, чтобы не держать ухо У меня вот сейчас будет резкий поворот налево Сначала направо, плавный поворот направо, а потом резкий налево Вот не знаю, зря я поехал через город, не зря Потому что дорога, конечно, похуже, плюс светофоры Ну не знаю, визуально та дорога, которая прямо шла, вот где я первый раз свернул Я свернул на плохую дорогу, а прямо шла нормальная Р-216? Ну я вот уже на ней, но так, середнячок Пап, подожди, я тебе перезвоню, ладно, мне звонят? Давай, давай Алло Ой, сейчас, подожди Алло Да, привет, привет Че, покормил? Как у вас там дела вообще? Растете, подрастаете? Да догоняет уже тебя? Догоняет уже тебя? Понятно Ну, правильно, что дети так и должны И причем еще там каждые часа четыре, наверное, да? Понятно Че, куда ты вообще пропал-то? Че-то не звонишь, не пишешь Обиделся, наверное, на что-то На что, не знаю Кого? А, ну эти приколюхи, что ли? Да, это я так, чисто для привлечения контингента Основная-то задумка была другая Но я, наверное, попозже ее реализую Уже вчера я попробовал эту фишку Ну, типа онлайн-трансляция поездки Я просто сейчас, кстати, в поездке Рассказывал, да? Вот, этот Вчера попробовал Ну, немножко, конечно, лагает Но я в таком вообще сейчас В таком месте Здесь местами телефонной связи нету Не то, чтобы интернет Ну, именно это-то из Саранска в Ставрополь Но я уже на подъезде к Ставрополю Мне где-то стоил 160-170 до Ставрополя осталось Но пока здесь кругом Что слева, что справа Там эти леса, не леса, а поля Короче, с интернетом, наверное, здесь не очень Но вчера попробовал Уже так понравилось Но я не в этом, не в группе А просто вчера как... Как чик Нет Да-да, прямая онлайн-трансляция Не текстовая Я просто включил ее и все И ехал Ну, недолго так Я минут пять, наверное Вот Ну, мы же с тобой, помнишь, разговаривали вообще Про эти группы Когда в этот ездили в Брест Вот Я все-таки вот потихоньку взялся за это Уже, что, уже сколько там Три Три шестьсот сорок один, что ли Три тысяч шестьсот сорок один подписчик Ну, мало Надо Надо пару миллионов Тогда будет неплохо Ну да Да, может быть, знаешь Да, либо время Да, у меня на самом деле Последнее время даже руки не доходят Там выложить что-то туда Там как-то урывками делаешь Там появилось свободное время Раз-раз ты что-то там повыкладывал Да где? На просторах Где еще можно это взять? Да, 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 да Часть там с пикабу Но не я с пикабу беру А я когда Пытаюсь найти какое-то видео Смотрю О, оно на пикабу уже есть Ну и ладно Просто понимаешь На пикабу уже немногие сидят Не, я не спорю Народа там много Но далеко не все Вот прям далеко-далеко Что, как у тебя-то там на этом По работе, в личном Ты всю эту же тему пытаешься развить, да? Там что-нибудь двигается вообще Отложил, да? Ага Ну, блин Это... Ну вот это да Это основное А так-то они Сложности Они Они всегда будут Их не может не быть То одно всплывет То другое То третье Это просто надо преодолевать Потихоньку Со временем Да, это, конечно, сейчас что-то Печальненько Как-то это все Как-то это все сейчас Еще Еще умудряются Вот пускай ездить Ну, понимаешь Это люди живут Те, которые работают На дядю На какого-нибудь Вот они сидят там На своей там На своей зарплате Там от Пятидесяти До ста тысяч Откладывают Откладывают Потихоньку И раз в год Куда-то мотаются А если самому Да, первое время Будет тяжело Да, первое время Ты не будешь Ни в отпуск Никуда Ничего Ну, не будешь ездить Все будет время На это уходить Но зато потом Если ты выстроишь Все грамотно Правильно Ты сможешь потом уже Просто Находясь в отпуске Пожизненно Регулировать Это Ну, да Да Ну, блин Ну, надо к этому идти Потому что Всю жизнь Вот так вот На дядю Какого-то работать Это ну его надо Я уже, кстати Давно на дядю Не работаю И как-то Меня туда Не очень-то и тянет Ну, смотри Оно Да Да И оно затянет Блин Оно затянет Потом Мало будет времени На что-то свое Как-то вот Что-то... Какой-нибудь проект Без финансов Что-то везде Финансы Финансы У меня сейчас тоже есть Там в голове Задумки Я не знаю Но у меня уже Уже практически Все готово Для запуска Вот Ну, теперь нужно просто Организовывать встречи И пытаться это продать И пытаться это продать Я просто не знаю Как Возьму А? Ну, блин Связь пропадает В трассе все-таки Ну, я говорю Есть уже Ну, идея Которая я иду К завершению Уже Ну, она уже Практически у меня созрела Я ее уже практически Доделал Вот Но Теперь ее нужно Как-то грамотно Преподнести И грамотно продать Потому что Не хочется Это Ну, нужно вот прям Выбрать клиента И прям вот С первого раза Ему продать В противном случае Это будет Ну, немножко Ухудшаться Ситуация Потому что Если этот клиент Откажется То я пойду К другому клиенту А этот клиент Начнет своими силами Эту Эту вещь Реализовывать Ну, с другой стороны Да Да-да-да-да-да Все Все с автомобилями Да-да-да-да-да Вот И у меня в мыслях При При продаже Этой услуги При Общении Ну, на встрече Да У меня мысль Преподнести Это таким образом Ребята Я даю вам шанс На энное количество Времени Стать лидерами На рынке По стоимости То есть клиент Допустим У него Машина Для клиента Условно там Стоит там 30 тысяч В месяц Я могу им Сделать так Что без потери Вообще В прибыли В финансах Они могут Сделать Не 30 тысяч А 28500 То есть Да, это немного, это как бы полторы тысячи с одной машины в месяц. Но переложить это на масштабы крупного клиента, к которому я хочу обратиться, там получается за четырехлетний контракт по всему автопарку больше ярда. Но это лизинговые компании, у них там порядка 20 тысяч машин. Вот по всей России. А, кстати, это речь идет не про всю Россию, а пока только про Москву. А в Москве, ну, порядка, ну, где-то... Я на самом деле думаю, вот от общего парка, там 20 тысяч машин, я думаю, что процентов 67 скрутится в Москве. Но я перезаложился и взял меньшее количество, взял 50%. То есть 10 тысяч машин. И получилось за четыре года экономия, ну, порядка там полутора ярдов. Вот. А если они будут предлагать устраиваться там или скажут, нет, мы на нем сотрудников сами сделаем, ну, тогда они тупо потеряют возможность стать лидером, потому что я разошлю это коммерческое предложение во всем остальном. Ну, да, поэтому тут надо будет сыграть так на тоненького, чтобы заинтересовать. Ну, на самом деле, вот, я думаю, что для них это будет интересно, потому что в нынешнее время, когда все поставщики, все лизинговые компании повышают стоимость для клиентов, найдется на рынке компания, которая не повысит, там она полторы тысячи понизит. Я думаю, это им должно заинтересовать. Ну, или так, да, или так, чисто вот, ну, оставят. Хотя, знаешь, ну, а может быть 50 на 50, 50% себе оставят, на 50% понизят. Чтобы, понимаешь, им же нужно клиентов тоже этот, ну, увеличивать свой автопарк, увеличивать пул клиентов, вот, поэтому я думаю, что они будут там как-то... Ну, а так, да, у меня, я это сейчас пока работаю над текстом встречи, вот, и у меня как раз там и есть такая, ну, группа, пока не обработанная, но посыл следующий, типа, а там с сэкономленными деньгами вы можете, ну, там сами уже, естественно, распоряжаться, да, оставить себе или там понизить ежемесячный платеж для клиента, тем самым увеличив общий автопарк и общую там вот это, как привлекательность финансовую. Ты что там, что-то пропечатываешь, что ли? Да, что-то как будто печать какая-то. Понятно. Ты сейчас как, ну, целыми днями дома, никуда не в разъездах, ничего, только этот фитнес-дом, прогулки. Ну, это... Ну, это... Поначалу, да, поначалу это все... Да, понимаешь, у меня сейчас то же самое. У меня, кстати, то же самое. Вот пока Юлька работает, да, получается, ну, грубо говоря, совсем грубо, я превратился в домохозяйку. То есть, ну, не совсем в домохозяйку, да, а там Кирюха заболел, допустим, ну, чтобы Юлька на работе не брала больницу, где-то проще там, ну, свои дела как-то скорректировать. Когда-то там, ну, дедушка посидит. Если у меня есть возможность там скорректировать там, или никуда не мотаться, а удаленно, да, там что-то сделать, то удаленно делаю. Ну, и как бы... Вот у нас Кирюха переболел на прошлой неделе. Юлька вообще ни одного дня отгула, ни больничного не взяла. Ну, все, все, сам дело. Папе, кстати... Ну, не знаю, с ума сходишь дома, когда ты ничем не занимаешься. А если ты чем-то занимаешься, то с ума как-то... Не-не-не, некогда сходить. Ну, на самом деле, да, все-таки я вот с тобой в этом соглашусь. Дома сосредоточиться гораздо сложнее, нежели где-то в офисе. Дома тебя постоянно то там покушать отвлечет, то кофе, то телевизор, то ребенок, то там какие-то дела по дому сделать. Ну, отвлекают все-таки. А если в офисе, ты пришел туда, сидишь там, работаешь, работаешь, ну, ничего тебя не отвлекает. Слушай, вам полтора уже исполнилась, нет? А, 1,5, да, вчера было? Слушай, а Даша вообще дома? Угу. Ну, кстати, да, да, раньше встаешь, больше успеваешь делать. Слушай, я тут... Да, я тут позавчера что-то немножко выпал из этой темы, и позавчера обратил внимание на Лигу Европы, Лигу Чемпионов. Там 4 английские команды, то есть они между собой разыгрывают все это. Лигу Европы, да, Лигу Европы, Лигу Чемпионов, и что, как этот, Супер Кубок, да? Или как он? Так он называется? Да. То есть они между собой его разыграют. Слушай, а завтра, не сегодня? 1 июня, не 31 мая. А, а то я пытаюсь успеть сегодня к нему. Нет, надо просто в пятницу сделать дополнительный выходной. Ну, кстати, у нас, по-моему, когда проводился, у нас же этот, то ли сокращенный, ну, по-моему, сокращенный день был, да? Там, типа, не, 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 не Чемпионат мира, а, да-да, финал, да. Это когда было, я не помню, году в 50-м, в 12-м? Нет, что-то я, по-моему, усилен где-то в 14-м, 15-м, наверное. Раньше, да. Ну, ладно, уже это вылетел из головы. Вот, ну, по-моему... Ну, да, ну, по-моему... А, ну, когда они у нас, господи, в финал выходили, давненько это было. Тогда еще, я помню, по-моему, на этом, на дорогах, ну, по-крайней мере, у нас на Коширке, по-моему, по прям вот на дорожном полотне этот логотип Манчестера был. Что-то такое, по-моему, рисовали на дорогах. Ну, кто выиграл, я тоже, кстати, не помню. Но болели, по-моему, тогда все зачелся, потому что он на Брамовичу принадлежит. Ну, да. А куда вы планируете? Мы тоже туда планируем. Только, скорее всего, в июле. Да, тебе Даша не рассказывала? Они там вроде между собой-то общаются. В сентябре в Турцию. В сентябре в Турцию, а в июле в Абхазию. Ну, это, блин, это, знаешь, это вот все Юлькины там мечты, фантазии, желания. А мне-то на это все заработать надо. Не, ну, надо отдать должное Юльке этот. Вот, ну, вот с этим отпуском собирается там чуть ли не, ну, львиную долю расходов на себя в связи. И в Турцию, и в Абхазию. Ну, типа, знаешь, мне нужно будет только чуть-чуть помочь. Типа, она все основное, а мне чуть-чуть помочь. А вот во что это чуть-чуть помочь выльется, я пока не знаю. Ну, так, так, поприсматриваем. Ну, смотри, если ехать в Абхазию, честно, честно, я планирую поехать туда на автомобиле. Потому что, блин, ехать, ну, два дня, грубо говоря, да, это не так уж и далеко, не так уж и долго, этот 2000 километров. Или же в этот период платить 10-15 тысяч за одного человека в один конец. Это нет, это за этот, за самолет. Слушай, сутки на поезде, я тут четверо суток ехал. Я просто, знаешь, я уже как дома там был. Вот, и... По... Не-не-не, по большей части, кстати говоря, да, один. Потом... Да, потому что я там, я там реально, я купил себе верхнюю полку, а всю дорогу ехал, где хотел, я и на той полежал, и на этой полежал. Ну, на всех, на всех шести я, короче, поспал. Слушай, а вы первый раз, когда в Абхазию ездили, вы как туда ездили? Вы первый раз, когда... Вы же ездили уже в Абхазию, правильно? Не-не-не-не, вот как... Когда с Дашей вы ездили... Да, вы... А, на самолете, да? А этот раз... Ага, слушай, а где, где вы там жили? А, в Сухум, да? Потому что там... Ага. Ну, я тоже вот именно... И именно в Сухум планирую. Вот, но не... Да, почему? Ага. 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 Ну да. Слушай, а этот... А как там вообще по жилью? Можно ли снять у кого-нибудь там... Ну, квартиру какую-нибудь? А по ценам не знаешь? с человека или я понял ну грубо говоря если там неделя то грубо говоря там 10 и пятнашка эти 10 дней пятнашка если полторашка понятно вот уху 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 подскажи пожалуйста в кафешках у них как вообще дорого все или нет Хачапури по-аджавски Хачапури по-аджавски Хачапури поездку Подумайте, пообщайтесь Снизьте скорость Радар 600 метров Ограничение 60 Блин, я вот не помню Я не помню Я знаю, что июля, когда именно Не знаю Я думаю, что первая половина июля То есть где-то Ну максимум до 20 То есть после 20 скорее всего уже нет Я думаю там Первая декада, как ее назвать Может быть с 5 по 10 Слушай, ну ты Даша там сообщи эту информацию Может она с Юркой как-то пообщается, обсудит Ну да Но у нас, кстати, места не будет Потому что Юлька вроде как планирует маму взять Ну да, да, да Не, я не к чему Не к чему, а просто так сказал Не, 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 не Наоборот, наоборот Вот У нас же мысли были Либо в Абхазию Либо в Грузию Вот, ну, куда-то туда Вот Ну и пока Пока, наверное, склоняюсь все-таки к Абхазии Не знаю, почему Слушай, скажи, пожалуйста А что там по всякой документации Загранпаспорта Визы Там Страховки Страховки тоже не нужны на автомобиле Тупо как по России едешь Все, поехал и поехал Ярик, сейчас погоди, пожалуйста Гайцов проеду Алло Да, проехал Вот, ну Ага Ага А что-нибудь есть Что-нибудь есть запрещенное Ну, кроме понятного запрещенного Всякого там оружия, наркота и так далее Я просто Ага Снизьте скорости Ага Я понял Ага Ага Я понял Я просто это Слышал, что, по-моему, то ли Латвию, то ли Литву Когда проезжаешь Они там что-то, по-моему, максимум Типа две пачки сигарет с собой можно провозить Все-все проще, да? Слушай, а если этот Ага Угу Понятно Слушай, а этот Сколько у него времени ушло на дорогу? Не помнишь, да? Ну, это с остановками надо Я один раз проехал Угу Ну, это понятно С детьми Останавливаться Высаживаться Я бы вообще, может быть, знаешь Там, ну Нам же Или нет Нам не все равно В какое время суток Днем ехать Ночью ехать Наверное, днем Днем ехать Ночью спать Чтобы организм Не насиловать Не мучить Просто понять Где там можно Ага Слушай, а там заранее нужно как-то этот Квартиры бронировать Или тупо приехал И сразу нашел Ага Ага Ну, а гостиниц Наверное, раза в два дороже Этот А расплачиваться Какая там валюта Ходит Да? Слушай, это вообще Россия Или нет? А что они, блин Гранит Зашибись Снизьте скорость Пост ДПС Четыреста метров Ограничение Пятьдесят Снизьте скорость Слушаю Ну, да-да-да Потому что, ну, посмотреть на эти всяких Турция, Египет Там же точно так же народ живет Никому так еще не надо Целыми днями там Валяются в тенечке отдыхают Этот, слушай А в твоем понимании дешево Вот можешь сориентировать там По кафешке, да? Вот Не вспомнишь, сколько там Стоило, допустим, вот Та же Ага Ага Я понял Слушай, ну, я предлагаю Когда это не откладывать Не затягивать А поговорить В ближайшее время Там Девочек свести между собой Чтобы они там Обсудили этот вопрос Ну, это да Понятно Ну, точно так же, Ярик Я уже не ездил Сколько? Года три, наверное, точно Я никуда не ездил Ну, если не считать Там всякие Волгоград Там еще что-то Сейчас какое-то Фиолетовое поле проезжаю Я даже не знаю Что это такое Сейчас, сейчас Я перезвоню Сейчас, я перезвоню 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 people Миллиよう Навそして Я перезвоню А от себя Я перезвоню Продолжение следует... 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 Продолжение следует...